Всем привет! С вами Нина Ши и сегодня я хочу вам рассказать о своих фаворитах за август месяц. Купочек я немного совершала в августе, потому что у меня запасы мои косметики, средства ухода за волосами, ногтями и кожей в предостаточном количестве, но все-таки покупки были. Как всегда, у меня тут Альма помощница моя. Да, да, я ребятам рассказываю, чем я крашусь. Ой, все-все вкусно, губок, ну-то мам. Как подсказывает нам Альмочка, я начну, пожалуй, с натуральной косметики. Это косметика фирмы Спивак. Эта натуральная косметика состоит только из натуральных компонентов. И в этом месяце я взяла ее на пробу и покупала вот такую вот маску для лица. Иланг-иланг. Маска для лица. Значит, в состав входит масло миндальное, масло ши, рипсовое масло, гидрогенезицированное касторовое масло, коалин, эфирное масло кедра, апельсина, бергамота, иланг-иланг и экстракт розмарина. В общем, эта маска на основе глины идет. Вчера я попробовала эту маску, пробовала ее с Олегом, на Олеге тоже проэкспериментировала. Нам понравилась. Она прикольная, она такая жиденькая по текстуре. Сейчас я вам покажу, смотрите. Эта маска не густая, она такая жирноватая текстура, потому что очень много масел в ней содержится. Также в ней содержится еще глина, то есть она на основе глины идет. Маска действительно классная. После нее кожа подтягивается, становится гладкой, мягкой, хорошей на ощупь. В общем, мне она понравилась. Маска классная. Следующая из этой же серии, это тоже косметика Спивак. Я взяла вот такую пенку для умывания. Состав у нее, опять же, масло миндальное, пальмовое, кокосовое, ши, вода, эфирное масло, лимонное и парфюмированное композиции. То есть тут вот такая вот уже прям пенка образуется. Ставлю тоже 5 из 5, мне понравилось. Убирает очень хорошо жирность, жирность, если кожа жирная, прям незаменимая вещь. После ее использования кожа становится матовой. Также из натуральной же этой косметики вот такая гигиеническая помада Мохито. Так это все дело выглядит. Обычная гигиеническая помада. Пахнет, я бы сказала, даже не Мохито, а как будто шоколад с Мохито. То есть как-то в перемешку мята вот с шоколадом, очень вкусный запах. Действительно губы очень хорошо увлажняет, не сушит, питает. Мне очень понравилось. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это вот такой вот крем, дневной тонизирующий вокруг глаз, фирма Green Mama. Мне крем понравился, причем я очень долго выбирала, стояла в магазине. Раньше я пользовалась роликами гарнира, хорождающие вокруг глаз. Мне они безумно нравились, сейчас почему-то их сняли с производства. Ну, по крайней мере, оставили только с тонирующим эффектом, но мне он не очень нравится. Мне нравится именно зелененький раньше такой был, если помните. Зашла я в магазин, говорю, девочки, есть? Они говорят, нет, роликов нет, сняли с производства. Я говорю, посоветуйте какой-нибудь тогда крем вокруг глаз. И, в общем, мне продавец посоветовала именно вот эту вот фирму Green Mama. Именно этот крем с экстрактом лимонника и петрушки. Потому что у меня, как и у большинства, я думаю, женщин России, да и всего мира, есть темные круги под глазами, как бы, да. И вот благодаря этому крему я им пользуюсь уже где-то недели-полторы. Круги значительно меньше стали, я думаю, за счет того, что туда входит состав петрушка, которая чуть-чуть осветляет кожу. В общем, пока ничего плохого про этот крем сказать не могу, советую. Дезодорант Неверия с эффектом пудры. Честно, это мое разочарование. В августе месяце я ставлю огромный-огромный минус. Дизлайк этому дезодоранту. Во-первых, меня раздражает запах его. Запах неприятный какой-то. Я бы даже не знаю даже, с чем его сравнить. Распылять в область подмышки с расстояния 15 см. Дать полностью высохнуть. В общем, когда я делаю пару пшиков, находясь в ванной, чтобы, допустим, воспользоваться этим дезодорантом. То есть, там один раз пшикнула, второй. В ванной комнате стоит просто немоверное облако. Непонятно чего. Вот как раз может эффект этой пудры, которая здесь содержится. Белое облако какое-то стоит просто в ванной. От него я начинаю сразу задыхаться. Этот запах его очень долго выветривает. Несмотря на то, что у нас в ванной комнате есть вытяжка. Не помогает ничего. Мне категорически он не понравился. Вот вы подмышку делаете. Я не знаю, вам видно или нет. Фу. То есть, и вот смотрите, что образуется на ладошке после его использования. И вот этой штуки нужно высохнуть на подмышке, грубо говоря, да? Дождаться, когда она высохнет. Причем я даже сейчас очень много распылила. Даже когда чуть-чуть распыляешь, да? Вот это вот мяша какая-то непонятная. Вот она крошится, сыпется. Даже от одного пшика вот это все будет. Естественно, когда ты вот это все разглаживаешь, у тебя получается действительно как будто ты пользовался какой-то детской присыпкой на руке. Ощущения неприятные. Запах отвратительный. В общем, ставлю огромный дизлайк. Прям фу. Позорная. Не берите. Не берите. Зубная паста. Вот такая вот. Супер зубная паста. Зубная паста Биомед. Бережное отбеливание, укрепление чувствительной эмали. 30 секунд быстрое очищение. 13 эффективных натуральных компонентов. 12 часов чистой зубы. 99% натуральная зубная паста. С кокосом. Я эту зубную пасту попробовала только сегодня. Могу сказать, что она мне очень понравилась. Прям вот прям прям крутая. У нее нежный-нежный, такой ненавязчивый аромат кокоса есть. При этом он не приторный, она не сладкая. Она практически безвкусная зубная паста. Очень хорошо пенится. Если так можно выразиться, да? Для зубной пасты. Прям обильно так пенится. Хорошо очищает зубы. В общем, ставлю ей 5 из 5. Она действительно крутая. Покупала эту зубную пасту ей в пятерочке. Стоит она 65-67 рублей. Точно не помню сумму. В общем, мне она понравилась. Там еще была такая с виноградом. Думаю, как поеду в пятерку, обязательно куплю. Также я вам хочу показать. Вот такое подобие бьюти-блендера. Это спонжик-яйцо. В общем. Так, я его еще не вскрывала. Хочу при вас открыть, посмотреть, рассказать. Такое яйцо. Оно плотное. Жестковатое. Не как настоящий бьюти-блендер. Я думаю, что это жесткое яйцо. Я думаю, что оно просто будет какое-то тональное средство выбирать в себя и назад его не будет отдавать. Покупала я их в фикс-прайсе. Что-то я думаю, что это фигня какая-то. Вот такая штука от Вариаль. Сейчас я вам расскажу подробненько, что это. Значит так. Это у нас крем-брюс-гель. 72 часа упругости и шелковистости локонов на ощупь для вьющихся волос. Итак. Что с ним делать? Здесь получается внутри есть еще один тюбичек внутри этого большого. В том тюбичке содержится крем. В большом тюбике здесь по поверхности содержится вот этот желтый. Это гель. В общем, когда вы открываете, то видите, вот такой вот носик двойной. И из него выдавливается. Смотрите. То есть как бы и гель, и крем одновременно. Что с этим делать? Для чего это все дело нужно? Вы это все смешиваете в ладошки. Прям смешиваете. И потом наносите на свои волосы. Лучше наносить на влажные волосы. Подсушенные полотенца после душа. Либо можно на сухие, в принципе, тоже наносить. Я делала и так, и так. Мне эффект нравится. Эффект мокрых волос получается. Далее. На неслим. Можете посушить. Оставить так, чтобы высохли волосы сами. А можете посушить при помощи фена и диффузора. Когда я мою голову, да, и оставляю их сушить. Как бы не сушу их феном, да, они у меня получаются лохматые. Здесь при помощи этого средства, да, их можно как-то оформить. Классная вещь. И вот такие кудряхи у меня, видите, получились в волосе. То есть такой эффект мокрых волос. Мне понравилось. Для девочек, у которых волосы прям вьются-вьются, прям непослушные кудряшки такие, знаете, или пух такой. Я думаю, это незаменимая вещь. Потому что чем больше вьются волосы, тем красивее получается с помощью нее локона. Я им пользуюсь уже недели 2-3 примерно. В общем, классная штука. Покупала я ее в салоне красоты. Потому что L'Oréal Professional продается только в салонах красоты, которые работают на L'Oréal косметике. В магазинах они не продаются. То есть вы в своем городе можете найти салон, который работает на L'Oréal. Прийти и сказать, закажите мне вот такую штуку. И они вам с удовольствием ее продадут. Советую всем, у кого непослушные волосы. И на короткие, и на длинные волосы, и на волнистые, и на сильно вьющиеся, и на любые-любые-любые. Советую. Классная вещь. Ну и последнее, что у меня из моих покупочек осталось. Это мицеллярная вода от Garnier. Розовенькая. Она идет для всех типов кожи. Даже для чувствительной. Классная штука для снятия макияжа. Всем советую. Вот этот большой бутыль, 400 мл. Я покупала 250 рублей за него отдала. Стояла такой же рядом фирмы L'Oréal. Объем у него был 200 мл. Стоил он 199 рублей. Но продавец, как бы, мне подсказала, что L'Oréal и Garnier разливаются на одном заводе. То есть, по сути, это одно и то же, только разные бренды, разные цены. Соответственно, вот этот был Garnier взять выгоднее. И действительно, я потом прочитала на упаковке. Производитель один и тот же. Ну вот и все. Это все, чем я хотела с вами поделиться. О чем рассказать. Будьте красивы, счастливы, здоровы. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.